Книга «Открытым оком», том 7, тема «Крещение», вопрос 1954. Какое значение придавали пожитиям крещению? Такое же ли, как сейчас, что главное – покреститься? Отвечает Игнатий Кириллович Лапкин. Отношение к крещению было почти с самого начала, как к некоему магическому действию – покрестишься, и ты уже иной. Слово же Божие учит, что крещение есть лишь завершающий третий момент, третья часть дели спасения по Феофану Затворнику. Благодать, призывающая через проповедь, призывает к принятию Христа через веру. Благодать, обращающая, отверзает ум и совесть, и сердце для принятия Христа верою. И благодать освящающая, заканчивая таинствами крещения и причащения. Сегодня же так идет, как приняли из Византии. Главное – покрестить. Вот с этого и начал князь Владимир Неравноапостольный. Загнал людей в воду под угрозой меча. Кто не крестится, тот не недруг. А потом через годы стали думать, как же обратить этих новокрещенных ко Христу. И ничего лучше не могли дать, как монастырей. Вот эталон, вот образец, вот маяк. Монашество – вот что главное в христианстве. А такого-то как раз и нет в Библии нигде. Без веры не может быть крещение. Крещение не просвещает, а лишь завершает начавшееся просвещение через слышание Слова Божия о Христе, о его голгофской жертве, о его пролитой за меня, именно за меня крови его причистой. Первый Иоанн 1,7. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Евреям 10,32. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Говори ты или о крещении, или вообще о познании таинства и о благах, ожидавших верных. Ибо когда вы были просвещены знанием будущего, вы только претерпели. Блаженный Феофилакт. 1 Ездры 9,8. Просветил глаза наши Бог наш и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Салом 12,4. Презри и услышь меня, Господи Божий мой. Просвети, отче мой, да не усну я сном смертным. 2 Коринфянам 4,6. Потому что Бог, повелевший с тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И Фессианам 1,18. И просветил отче сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство славного наследия его для святых. Даже однажды, ознакомившись с этими местами Библии, где разъясняется, что слово «освящение» в кавычках «просвещение» в кавычках имеет смысл. Сознание, признание, познание Христа за Спасителя. Абсолютно все жития делают упор на крещение, на факт физического действия, а не на духовное возрождение через признание себя погибшим грешником и через принятие Христа как заместительную жертву за мои грехи и отдаться водительству Духа Божия. Климент Анкирский, 23 января, день памяти, предсказывал он и о том, что скоро прекратится гонение, исчезнет им белопоклонство и процветет святая вера, ибо небесный царь воздвигнет на земле такого царя, который сам, просветившись святым крещением, просветит и все области римского государства и воздвигнет новый Рим, после чего воссияет повсюду благочестие. Бассиан, день памяти, 10 июня. Обыкновенно все приступавшие к окрещению в Древней Церкви подвергались предварительно оглашению, то есть изустному наставлению в истинных верах христианской. Оглашенным дозволялось присутствовать лишь при совершении первой простомидии и второй литургии оглашенных в частях Божественной Литургии. Перед третьей частью литургии верных оглашенные должны были выходить из церкви, о чем и оповещалось возглашением диапона оглашенные и зыдитель. Срок оглашения был различен, он продолжался от нескольких дней или недель до нескольких месяцев и даже лет. Ольга, день памяти, 11 июля. Царь начал торопиться с крещением. Патриарх, наставив достаточно Ольгу в истинных, святой веры, огласил ее таким образом к окрещению. Вам приходилось видеть погребение и не кого-то, самого себя, притом не травмное, радостное пение, и все присутствующие с радостью глядят. Не видели, не слышали, как жаль. А это все у нас сегодня было, и не на кладбище надгробная скрижаль, а воскресенье из мертвых возвестило. Здесь из воды воскресшие восстали, сияния пения облеклись в Христа, они пред небом обещание дали. Всей доброй совестью пред Господом блистать, при троекратном полном погружении вода сомкнулась, ветхая скрывая. Невидимое страшное сражение на берегу над пропастью у края. Священник изгонял святой молитвой нечистых духов из воды и с тела. Над головой воскресшего вздымались волны плиты кладбищенских надгробий, что издлели. Рожденные евангельской вестью от проповеди верою в Иисуса на память о Голгофе носить нательный крестик. Здесь во Христа спасение облекутся, незримо при крещении дух святой нисходит, поселяется, объемлет, засохший распускается цветок. Из рабства с торжеством исхищен пленник, плотцы, счастливые они на берегу, спасенные из моря черного вагряного от горя, что позади, не пожелай врагу. О правильном крещении сегодня всюду спорят. Свидетели живые дай-то Бог весть о Христе и его голгофской жертве другим нести. Блаженство ваших ног в свидетельстве, как вы спаслись от смерти. 13 июля 2003 года. Игнатий Лапкин.